Это опасный бизнес. Коллег по опасному бизнесу хочу предупредить сразу. Если хотите начинать сельское хозяйство и хотите получать с него действительно прибыль, а не так как вбухивать туда бабло и ничего не получать, то начинайте с мелкорогатого скота. Всем привет, это Фермеру. Мы продолжаем нашу агроэкспедицию, которая проходит при поддержке инновационной теплоизоляции для фермеров Logic Peer Agro от компании TechnoNicol. Ссылка будет в описании. А сегодня мы приехали на ферму к Данилу Соколову. Данил, привет. Привет, Леш. Как называется ферма? Ферма называется Соколиное Пригорье. Соколиное Пригорье. Мы находимся в Челябинской области. И сегодня 30-й день нашей агроэкспедиции. Мы ее заканчиваем на Соколином Пригорье и Сыроварне Известная. Да. Все, что связано вообще с сыром, с горами, так как мы находимся на Южном Урале, на хребте южноуральском. Поэтому все названия у нас в честь гор. Сыроварня Известная – это в честь горы, у которой подножье она находится. И здесь Пригорье Соколиное, именно тоже из-за того, что мы находимся вот при горе Лисья. Супер. С Данилом на самом деле мы знакомы уже года 4-5. Да. Пусть встречались на фестивалях сыров. И вот, наконец-то, мы добрались. Рассказывай, ферма у тебя появилась недавно? Вот, совершенно недавно. Первые животные сюда заехали 12 января сия года. 21 года. 21 года, да. И вот началась деятельность именно, наверное, вот с 12 января. Но еще активной деятельности не были, так как животные не доились. А здесь у нас направление в основном – это молочное животноводство. Так как у нас сыроварня, и мы хотим перерабатывать исключительно только свое молоко. Своё молоко. Да. Ты расскажи, пожалуйста, вкратце про свой опыт по животноводству, по образованию. Да. Моё первое образование – я зоотехник. Я закончил Калужский аграрный… Ну, тогда был техникум, сейчас в колледже. Второе мое образование – я пошел, опять же, по своей стези. Я зооинженер, закончил Государственную Академию Московской… Имени Скрябина, да? Да, Московская Государственная Академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина. О, выговорил, блин. Раньше была… Ну, конечно. Раньше была просто МВА. Да, да, да. Вот, закончил ее на кафедре ФЗТА, это факультет зоотехния агробизнеса. Вот, и, в принципе, с того момента, как… А Шумилина Наталья Николаевна не у тебя преподавала? У меня была такая, да, такой преподаватель. И, в принципе, все свое время, начиная с техниками, я посвятил сельскому хозяйству. Работал в разных хозяйствах, и в больших, и в маленьких. Последнее хозяйство, которое было уже в Московской области, это ферма «Казаностро», где я, кстати, и постиг опыт работы с мелким рогатым скотом, а именно с козами. И там же у меня так сложилось, что я постиг искусству и мастерству сыроделия, сыроварения. Ну, это началось еще до 2014 года, я бы хотел сказать, да? Да, да. То есть, ты варишь сыр не в связи с санкциями, а потому что ты его уже варил к этому времени? Мы уже варили, да, ферма уже варила сыр до санкций, но санкции просто-напросто нас подстегнули. Подняли вверх? Подняли вверх вообще просто, добрались до «Нью-Йорк Таймс», «Си-Нен», «Раша Тудэй» и так далее. То есть, ты сейчас не шутишь, ты на передовице «Нью-Йорк Таймс» был? На первой полосе «Бизнес Дэй», да, в 2015 году. Круто. И что там про тебя было написано? Там было написано, что вот смотрите, мы, короче, вели санкции против них, а они вон какие радостные. Ты ржешь так же, как этот самый «Джастус Уокер». Да, 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 да. Вот, и было очень мало производителей ремесленных, да, таких маленьких. Не говорю там о больших заводах, да, только по себе мерю шапку. Вот, маленьких производителей было, ну, можно было перечесть, наверное, на одной руке, на пяти пальцах. Вот, ну, и первая, вообще, первая поездка даже к Олегу на его первый, так можно даже сказать, было, даже еще не назывался это фестивалем, а просто был форум. Олег Сирота, имеется в виду. Да, Олег Сирота, Олег, привет, типа, большой. С уральской земли. Там был там буквально, там, что-то, 10, что ли, сыроварен всего, да, это в 16-м году. Вот, в 17-м там уже было чуть побольше, 70, да, в 18-м там 150, в 19-м, еще больше, в 20-м, и сейчас в 21-м там что-то вообще просто... Ну, ты не ездил в этом году? Шикарное количество. Нет, я не ездил в этом году, потому что ферму сожрала все мое время. Ну. А она просто меня сейчас все, 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 она меня поглотает. Поглотила, блин. Поглотила, да, почему, потому что вот только я и есть у меня еще один работник. На данный момент здесь работаем мы вдвоем. Угу. Ну, был тоже помощник, но он дал по тапкам. Данила, расскажи, пожалуйста, вкратце историю о том, я знаю, что с Урала в Москву мигрируют. Как мигрировать из Подмосковья на Урал-то? Что же тебя тут привлекло? Ну, во-первых, самое-самое важное, меня привлекло человеческое отношение руководящего состава. Да, то есть это... То есть ты здесь не один, ты здесь в команде? Да, да, причем у нас команда очень такая бодрая, команда у нас большая. И, ну, даже раньше она, может, была командой, да, а сейчас она, наверное, больше уже как семья. Вот, именно семья людей, которые думают об одном и том же и стремятся к одному и тому же. Ну, работаешь ты один, а остальные-то чем занимаются? А остальные занимаются, кто коммерцией, да, кто производством сыра. На самом деле, мои сыроделы, с кем мы тоже познакомимся сегодня на сыроварне, ребята имеют один выходной, это воскресенье, и они тратят его, помогая мне здесь, на сыроварне. Вот так? Ну, на ферме, да. На ферме, да. Да, то есть они приезжают каждое воскресенье с утра, и мы с ними и доем, и варим, ну, работы очень много на ферме, просто какое-то космическое количество. Ты как, из Москвы на Урал? Когда закончил свою деятельность я на ферме Казаностро, там, по объективным причинам, то я занимался тем, что консультировал, благо они начали открываться. Сыроварни, да? Сыроварни, да. Ставил технологии, там, от Крадыцинодарского края, там, до Пскова, ну, и, в общем, мотался. И также вот познакомился я с директором нашей компании, с Назаровым Денисом Сергеевичем, который с Москвы, можно так сказать, с белой рубашечки, с черного пиджачка, такого, с офисного работника, который занимался консалдингом и руководил большим отделом, тоже переехал из Москвы на Урал, чтобы кормить людей. Вот так вот. Да. А поближе-то места нету, в Подмосковье. Ну, я вот все про что, блин. Да, в Подмосковье, конечно, в Подмосковье водятся там грибы, лещи, да? Да, да, да. Ягоды. Да, мы все это знаем. Это все знаем. Но в Подмосковье, на самом деле, нет такой природы, как есть она на Урале. А он влюбился в Тургаяк, когда он почтил первый раз. Тургаяк – это озеро. Это озеро, да, реликтовое озеро. Очень холодное. Холодное. Ты купался в Тургаяке. Да, и не особо люблю в нем купаться. Почему-то, потому что он холодный. Но мне нравится его созерцать, потому что оно действительно очень крутое, оно прозрачное. Ну, место шикарностное. А когда приехал я сюда, то я увидел первое вообще, что здесь, что меня зацепило, это речка Сыра-Стан. Да, многие могут подумать, что это связано с сыром, но на самом деле это связано с сыростью. Сырой стан. Да, ну, кто говорит сыростью, а кто говорит желстезной. Да? Да, потому что много лиственницы вокруг. И осенью, золотая осень, там именно… Которая уже наступила 3 градуса тепла сегодня с утра, блин. Да, и говорят, что это вот именно еще и желтый стан. А, желтый стан. Да, сыра, потому что еще может переводиться с сюрского как «желтый». Да, поэтому желтый мне нравится больше. Чем сырой. И, блин, он подходит к сыру. По сыру, да. Ну, а в нынешних реалиях, ну, блин, это круто же, когда ты живешь там, где делаешь сыр, и это поселение называется Сыра-Стан. Тем более, более нету таких деревней, он эндемик. Стоишь, мы когда подъезжали, парни такие, о, так это типа деревня, что ли, Сыра-Стан-то? Мы типа думали, предприятие называется. Да. А, ну, и Сыра-Стан же, он стоит на тракте, раньше же весь тракт сибирский шел через именно это место, вот, и посещал его мамин сибиряк, со своими заметками по Уралу, когда они путешествовали, вот, и он тоже упоминает Сыра-Стан в своих путешествиях, вот, очень-то так прикольно, но еще он там описывает, что люди, ну, живут на щебне, да, грубо говоря, на камне, а посередине села огромная лужа. То есть не могут засыпать, что ли? Не могут засыпать. Вот, и мне кажется, он едет сих пор. Ой, молодец. Так, значит, все, переехал, сколько у тебя сейчас коз, насколько я понимаю? Да, козы, ну, и пока только буду работать с козами, во-первых, это маленькое животное, да, очень удобное, как говорят, коза – это корова бедняка, вот, совершенно согласен с этим тезисом. Маленькое животное, удобно работать, удобно обслуживать, удобно доить, послушное, послушнее, чем корова, да, корова, она большая, корова, может быть, даже на самом деле могла на тебя положить, да, потому что ты маленький, а она большая, вот, она здесь босс, а не ты, на самом деле. Вот, а здесь это удобно, но в дальнейшем мы хотим, благо у нас позволяет место, у нас здесь 6 гектаров, вот, там еще дальше, 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 дальше есть наши поля, вот, мы хотим здесь рядышком поставить еще овчарню со стфризами, естественно, тоже молоко, небольшой еще кресник все-таки, да, потому что хочется и крес тоже свое молоко иметь, и еще хотим такую штуку завести, как буйвола. Буйвол, буйволинное молоко. Буйволинное молоко, потому что настоящая моцарелла, она варится только из бафова. Вот так вот? Да. Ты серьезно, что ли? Серьезно, серьезно, да. Ну, такие вот, такие именно планы, да, именно, вот, сделать такую вот вещь. Сколько сейчас кос? Сейчас очень мало, маленькое количество, ну, по сравнению там с кем-то, но все-таки, у меня 61 голова женского пола, да, то есть это дойные, молодняка, 20-го года и молодняк 21-го года. О, дойных сейчас 31 голова у меня, стадо сборная солянка, собирал вообще откуда-то, откуда можно. Все отродье собрал? Все отродье собрал, вот, зимой буквально, наверное, вот с января по февраль месяц на авито даже закончишься объявление в мясе. Потому что я их скупил всех. Круто. Расскажи, пожалуйста, Данил, как у нас вообще дела со сбытом были во время вот этих адских коронавирусов? Плохо. Плохо были дела. У нас продажи были настроены на, ну, не основную, скажу, что массу, но довольно-таки большой процент, больше 50% это на хорику, то есть это рестораны, гостиницы. Естественно, рестораны все позакрывались, гостиницы позакрывались, и нам продавать продукцию было некуда. Но мы не закрылись. Собрались коллективно, коллегиально уже говорил, да, что у нас не просто коллеги, а уже как семья, небольшая, ну, такая хорошая, крепкая, дружная семья. Собрались, порешали, ребят, что будем делать, вот здесь два выхода, забрать шинель, пойти домой, да, пойдем вот сюда, забрать шинель, пойти домой, либо мы делаем так, что увязываем пояса, да, и сокращаемся зарплаты. Ну, примерно, руководящий состав мы сократили все до 50, подчиненным сократили на 30%. Ну, то есть руководящий состав с миллиона рублей в месяц сократился до полмиллиона. Ну, если бы было бы так, было бы, конечно, круто, блин, твои слова, хотя бы даже 50% с сокращением, вот если бы было бы, я бы очень был бы просто счастлив. Ну, то есть себе сократили больше, чем людям, которые работают с вами, да? Да, да. А вообще в процессе вот этой заморочки, ну, пришлось расстаться с людьми как-то или всех сохранили? Нет, всех сохранили. Всех сохранили, да? Супер. Никого, никого не уволили, никого не сократили. Ну, единственное, кто сам выявил желание уйти, когда сказали, что будет вот такая-то фигня, да. Нашлись люди, которые сказали, что мы не согласны с сокращением зарплаты, поэтому до свидания, ну, на нет-нет сюда. Ну, да, 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 да. Мы ничего абсолютно не предприняли в этом, никого не держали, никого не уговаривали. Ну, хотите, не хотите, не хотите, не хотите. Сейчас как? Восстановился? Не совсем. Не совсем, да? Не совсем. Очень долго, очень долго это все. Вот это так же, как молоко, да, у животных. Процесс падения молока, он молниеносный, да, то есть можно за ночь, чтобы животное скинуло. Но, чтобы оно вернулось к прежнему, из чего оно упало, может пройти и несколько месяцев. Даже и 3, и 4 могут быть некоторые животные. Вот, и здесь, я думаю, то же самое. Мы в Ленобласти вот сейчас вот были, снимали в хозяйстве во время жары их, питерской жары, которая была в этом лето, коровы просто там не доились. Не доились, да. Они все до сих пор не восстановились. Да, да, это очень долгий процесс. У животных, разогнаться животному очень долго. Да, я сталкивался, когда работал с зоотехником, я в себя в хозяйстве сталкивался с такими моментами. Зачастую это все человеческий фактор, кормоцех, что-нибудь если намудрит, да. Вот особенно были плохие новости, когда был взлет молочный, да, приходишь там, ну, мы где-то у нас было 750 дойного, ну, доили в среднем, я уже говорил, джерсики, да, у нас были не особо высокоудойные животные, ну, молоко жирное, молоко хорошее, имеет белок и сухого вещества много, вот, ну, 12-12,5 тонн сутки мы там доили, да. Вот, а я как-то пришел, утром беру сводку, а там 16, и у меня сразу сердце-то застучало, тук-тук-тук-тук, что-то случилось. Да, действительно случилось, больше добавили концентрированного корма, там они зарадовались все микроорганизмы, которые живут внутри у животного. Они обрадовались, давай-ка, наелись и давай массово дохнуть, да. А у нас же, как известно, в основном весь белок, который потребляет животное, он же животного происхождения, да, на самом деле. То есть природа-то хитрая штука, вот. Думаю, опять-таки вернусь к вегетарианцам, думаю, что там корова, животное, там, коза, там, овца, да, она потребляет растения и вот такая счастлива от этого. Да ничего подобного, на самом деле. Она счастлива того, что она кормит своих микроорганизмов, которые в большом количестве, там, миллионы штук, миллионы, огромное количество колоний простейших, да, это инфузория туфелька, амебные, которые там живут и существуют вместе. Что они делают? Я напомню, что Данил не просто так бросается умными словами, он по образованию. Да, зооинженер. Зооинженер, да. Грыз гранит науки, ё-моё, 9 лет, он зубы стащил практически. Да, и там, когда эти колонии получают большое количество, ну, там, в основном, что для них питание, это сахар, да, они начинают активно перерабатывать сахар и начинают активно погибать, вот, и получается большой всплеск энергии. Значит, микрофлора самого рубца, она уже нарушена, да, значит, эта микрофлора будет восстанавливаться, а если она будет восстанавливаться, это нужно какое-то время. Неизбежно падение. Да. Есть, я не знаю, даже, иногда даже мне стыдно, там, что я нахожусь в этом, в этом канале, да, есть телеграм-канал, который называется «Молочное дело». Все мощные хозяйства, которые там, ну, есть у нас в стране, и мощные специалисты, вот, они тусуются в этом канале, там, спрашивают, и там вообще просто какой-то сейчас космос, да, начиная от болюсов, которые внедряют внутрь, в желудок, да, в рубец, и смотрят динамику именно кислотности, да, как кислотность там, и что потом давать, когда кислотность повышается, либо кислотность падает, да, чтобы было всё чётко. А как болезнь там крепится-то? Почему он не выходит? Ну, я думаю, что, если, я сам не знаю, да, я никогда не видел этот болезнь, даже вживую, на самом деле. Нет, ну, видел на выставке где-то, как его туда внутрь внедряют, я и не видел. Но я думаю, что это связано с физиологией, да, то, что он не проталкивается как-то каким-то образом, что его организм не замечает. Я думаю, что из-за этого. Так бы, конечно, он был, убежал оттуда. Ну, и смотрят они кислотность и решают, чем кормить. Решают, чем кормить, да. Ну, и делятся это информацией с коллегами. Ну, и, в общем, сейчас животноводство шагнуло далеко-далеко, прям, с новыми технологиями. Почему ты сказал, что тебе стыдно, что ты в этой? Так, потому что я просто такой дремучий по сравнению с ними, да. А, да, да, да. Да, я же, ты же видел, какая у меня просто каменный век, да, моя дойка, то есть я всё по старинке. То есть ты олдскульный? Олдскульный, вообще, напрочь. Понятно. Ну, почитать интересно, конечно, и большие хозяйства. Всё-таки я, наверное, уже не хочу вернуться в это большое хозяйство, да. Почему? Потому что большое хозяйство, большая ответственность. Я так и весь уже седой. Куда нафиг? Поэтому я буду... Но я видел тебя на видео, ты сейчас... Потихонечку... Ты совсем был чёрный. Потихонечку буду дёргать до своих кос за Тити. Вот, я потихонечку буду именно направляться. Я вспомнил, ты мне задавал вопрос ещё, когда мы были на ферме, почему именно козоводство, да? Почему именно, ну, не корову сразу. И, может быть, даже кому-то будет полезно, кто задумывается вообще о агробизнесе. Рекомендую начинать именно с мелкорогатого скота. Почему? Потому что коза – это корова бедняка, так говорили раньше в старину. Это первое, да. Но я уже говорил, что это маленькое животное, с ним проще работать. Но ещё у него есть офигенное свойство, в отличие от коровы, да, это многоплодность. И в период копности, да, если сравнивать с коровой, стельность, то коза – 5 месяцев, коровы – 9 месяцев. Оборачиваемость старая быстрее. Оборачиваемость старая, быстрее намного, да. То есть, чтобы ты получил там уже хорошего нетеля, да, тебе нужно, ну, 17 месяцев его только покрыть, да. То есть, это 2 года точно нужно, чтобы тёлочка встала на рабочину, а она-то будет жрать, а за ней это надо будет ухаживать, а молока она не будет давать, а считать ты её будешь. Вот, поэтому для начинающих агробизнес, да, причём, как говорили в «Жмурках», это опасный бизнес. Коллег по опасному бизнесу хочу предупредить сразу. Фильм «Жмурки» я рекомендую, ребята, у меня с ним связана своя история, которая не для игры, ну, посмотрите фильм. Да, вот поэтому, как коллегам по опасному бизнесу хочу сказать, что если хотите начинать сельское хозяйство и хотите получить с него действительно прибыль, да, а не так, как вбухивать туда бабло и ничего не получать, то начинайте с мелкороганового скота, и будет вам счастье. Это действительно так. Спасибо.